настоящая элегантность в голове если она у вас есть остальное приходит само собой в эфире программа фэшн и сау-профэшн и я ее ведущая журналистка ксения гол сегодня в программе мы узнаем какие лица сейчас ищут милане для модных обложек у фотографа тони федерико а также поговорим о моде в израиле с владелицей модного бутика мариной курганевич сегодня у нас в гостях фэшн фотограф из италии антонио федерико и сегодня я дам ему лично микрофон в руки и он расскажет все как стать самым модным фотографом италии я начну со своей истории как я стал фэшн фотографом в 18 лет я работал водитель фотографировал красивых девушек и тут во время миланской недели моды одному человеку понравились мои фото и он их купил и фотографии сразу попали на обложку между прочим вы известнейший журнал в интефе это моя история не каждый так может но у меня получилось я думаю девушкам которые хотят стать известными моделями я посоветую больше фотографироваться не слушать критику делать свое дело и не сдаваться для комментируем чтобы стать успешным я считаю очень важно найти свой стиль понимать другие тоже хороши но ты не хуже ты непохожий сейчас мире ищут новые лица актуальные странные и непохожие чтобы привлекать внимание к новым брендам девочки приходите на кастинге и у вас всегда есть шанс попасть на обложку я очень счастлив участвовать в неделе моды в сочи это крупнейшее фэшн мероприятие на юге россии я тут познакомился с разными дизайнерами и хорошенько повеселился я доволен вдохновил Не обращай внимания на тренды. Не позволяй моде владеть собой. Ты решаешь, кто ты есть и что хочешь выразить тем, как ты одеваешься, считал великий итальянский дизайнер Джани Версачи. Смотрим следующий сюжет. Сегодня во время вкуснейшего ужина в Тель-Авиве мы встретились с очаровательной девушкой, владелицей модного бутика в Израиле Мариной Курганевич. Очень приятно. А вы такая очаровательная девушка. Скажите, пожалуйста, в чем секрет вашей красоты? Наверное, уверенности в себе. Не будешь уверен в себе, окружающие ничего не заметят. Плюс, естественно, это стиль, это мода, это, естественно, хорошо подобрана одежда. В Израиле Девушки предпочитают разную одежду. Кто любит бога стиль, кто любит раскрепощенный больший стиль, кто любит классику. Так как представлено очень много жителей с разных стран, с разной культурой, поэтому одежда в Израиле разнообразная. Так как в Израиле много женщин религиозных, поэтому и одежда есть соответственная. Я так понимаю, они что-то закрытое предпочитают? Да, они предпочитают более закрытый стиль, более все длина миди и максим. Марина, вы в фэшн-индустрии уже, наверное, лет 10, а может быть и больше. Расскажите свою историю. Да, я занимаюсь индустрией моды с 92-го года. У меня была своя сеть магазинов в Украине. И буквально лет 8 назад я решила открыть магазин New for Look в Израиле. В основном это европейская одежда, это Италия, Россия, Польша. Надеюсь, успешно. А скажите, есть ли разница между Украиной и Израилем в ведении бизнеса, фэшн-индустрии? Конечно, мода в России, на Украине, в Европе отличается от Израиля. Все это связано с климатическими условиями. Естественно, мода в Израиле располагает более раскрепощенный стиль, более свободный стиль. Даже очень богатые люди в Израиле носят джинсы и майки. Ну, это, с другой стороны, хорошо, ты никогда не знаешь. Может быть, кого-то встретишь, джинсы и майка, а там сидит миллионер. 100%. А скажите, в Израиле, я знаю, что очень много богатых мужчин. Я смотрела как-то интервью и рассказывали, что здесь просто концентрация миллионеров. Вообще, вы любите мужчину тратить деньги, дарить подарки? Ко мне в магазин обращается очень много мужчин, которые предпочитают дарить подарки своим женщинам. Ну, это как кому повезет. Ну, а вообще, мужчины в Израиле, вы можете как-то их похвалить? Я могу сказать одно, мне на мужчин везет. Музыка. 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 А, Мариночка, я желаю вам успехов. Спасибо вам большое, таких женщин с таким стилем я встречаю очень редко. Дай Бог вам счастья и всего самого лучшего. Спасибо большое. Я очень рада нашей встрече. Естественно, я вас приглашаю к себе в бутик модной женской одежды New For Look в Израиле. Хулон Соколов 26. Покупай меньше, выбирай лучшее и делай это самостоятельно. Наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на мой Viber паблик чат и следите за модной жизнью 24 часа в сутки. Проведи лучшие моменты жизни в вип-сауне отеля «Виктория». Две финские сауны. Мини-бассейн с гидромассажными пушками и подсветкой. Зона отдыха. Барная стойка. Караоке. Вместимость до 15 человек. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Вип-сауна отеля «Виктория».